Доброе время и суток! Ну, естественно, первое крыло достаточно простое, но, кстати, сложнее, чем в предыдущих, во всех предыдущих дополнениях такого типа, потому что они всякие интересные дела сделали, например, побег из храма довольно прикольно, то есть ни с кем даже биться не надо, ну, как бы, в виде доведения жизни оппонента до нуля, там, из серии, да, то есть, ну, что приятно, разнообразие и все такое. Вообще, пока что мне нравится дополнение, посмотрим, что будет дальше, тем более, что это всего лишь... А, ну, 5 крыльев, наверное, потому что нахрена мне этот посох собираем? Явно не просто так. Я так понимаю, 5 крыльев. Не суть важна. В общем-то, первого босса я победил элементарно, как вы сейчас увидите, разбойником миловым, потому что должно быть вполне очевидно, что босс, который дробует каждый ход дополнительную карту, рано или поздно себя смилит, и все, что нужно сделать, это помочь ему в этом вопросе. Ну, в общем, рога вот... Рога может так сделать достаточно легко, как могут сделать и другие классы. Его можно, например, достать... Ну, можно попытаться его пафосно превозмочь, да, то есть с некоторыми колодами и специфическим сбором их, типа... Ну, там вообще очень специфически. Ну, можно, да, просто на агро его быстрее взять. Это реально. Магом, наверное... Магом я даже не пробовал, но, скорее всего, можно замораживающим, да, который, типа, контрольным. Или эхо магом тоже нормально. Но я это сделал рогулей, как бы, и нормально. Ничего сложного. Вот. Затем второго босса я победил бафосно превозман к его паладинам секретным. Вот. Ну, там все, что вам нужно, это железнодоклюв, по сути дела. Потому что он решает. Если у вас есть начальные руки и железнодоклюв, это... Говорит о том, что, скорее всего, вы выиграете с вероятностью 90%. А то и больше. А если нету, тогда, скорее всего, вы проиграете, независимо от того, чем вы играете. Ну, хер его знает, может, там есть варианты. Я их не рассматривал даже. Я просто... Говорю... Так, какие колоды у меня есть, где есть сова? О, паладин. И мы будем играть. Даже ничего не менял. Вот как он был для ладера, да, так он и остался. Вот вообще нихера не менял. Поэтому все срослось. В этом смысле. Ну, а третьего босса, понятное дело, проще всего уничтожать замораживающим магом. Я тут просто накидал каких-то карт. Ну, вот, то есть, обращение в пар и так далее. И вот это маг, керентор, это там нахер не нужно, естественно. Превращение, да, вот это все. Все, что вы хотите на руках получить, это заморозка, по сути дела, да. А все остальное это так, филеры. Я просто докинул. Я мог, конечно, докинуть там каких-нибудь еще замораживающих вещей, как, например, снегачух там, что-нибудь такое. Ну, решил, что обойдусь без этого. И, в общем-то, да. И обошелся. Поэтому. В общем, ничего сложного. Колоды стоят примерно ничего. Ну, я не знаю, если у вас до сих пор нет еще карт под... Секретного Паладина, то я понятия не имею, чем вы занимались в это время. Ну, то есть, там два варианта. Либо херпами, либо вы не играли просто достаточное количество времени. Потому что Тирион Фордрин должен быть уже у всех к этому моменту. Все остальное шняга, который тоже есть у всех. Только два претендента. А, его пофиксили наконец-то. На нем раньше было написано предсмертный хрип, насколько я помню. И я долго недоумевал, какого хера он не умер еще, а уже кладет секреты на стол скотина тупая. Ненавижу эту колоду. Хотя она и говно. Ну, легкая для борьбы с ней. Но неважно. Вот так вот, короче. В общем, оставляю вас, дабы не растекаться мысью по древу и все такое. С играми, с тремя, я их буду сразу компактно пачками постить в одном видосике. Ну, чтобы времени снимать. Ибо нефиг. Правильно? Соответственно, я не буду там бюджетные варианты делать и все такое прочее. Я просто покажу, как я это сделал. Дабы... Ну, и скорее всего, большая часть людей в интернете примерно так же все сделали. Я не знаю, я не смотрел. Ну, а вот так сделал я. Соответственно, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш инбок в нашей книге для журнала по предложению. А на секции для комментов внизу подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане. Ну, и там будете посмотреть. Ну, первый гражданин у нас, как всегда, самый упоротый. О, надо же. А где же вы раньше были? Я даже не знал, что они у меня есть в колоде. Ну, и, в общем-то, все, что вы хотите в начале, по крайней мере, это либо потрошение, либо удар в спину. По-любому. Ну, по крайней мере, за Рагулю. Потому что комбо у вас всегда будет. Он ее сам вам даст. А, ну, а Ракула-то вообще хорошо. Ну, и с помощью желания, да. Ну, и желание вам, конечно, хотелось бы получать... Вот такие заклинания. Да, я возьму подготовку, что бы не взять. Ну, ладно, возвращать на руки, наверное, рановато. Да и вообще. Ну, и в начале-то... В начале все, конечно, просто. Он будет, в общем-то, ставить все по одному существу на стол довольно продолжительное время. Ну, если, конечно, у нее не будет вот такой расклад, очевидно. Но чаще всего он делает не так, типа, а ставит... А, это спасибо, кстати, большое. Оставит, типа, как можно более больших туш. О, как. Дракон у меня есть? Нет, конечно. Куда мне взяться-то? Типа, там, 5-4 огра всяких и прочую хрень. Ну, то есть, на полную ману все старается ставить. А тут, видимо, ему ни хрена не пришло. Спасибо, что ты не заклинание даешь, конечно. А, ну-ву-ву-ву-ву-ву, вот таких... Таких зверей, так сказать. Так. Сколько будет стоить? Два не хватает чуть-чуть. Можно пока что на руки вернуть. Мне не горит, как бы. А потом еще раз вернусь. Или шаг сквозь тень. Давай шаг сквозь тень. Его можно помилить невозбранно. Да. Давай так и сделаем. Прекрасный выбор. Я считаю. Обожди. Так. Это... Тихо. Это будет... 7-8. Прекрасно. А что я сделал? Блин, дурак. А! Я хотел этого убить. Ну ладно. Потрачу две под... Мне все равно надо было что-то выкинуть. Так и так. Плюс у меня есть, как бы, ответы на туши и на мелочь. По-любому. Так что, конечно, это был косяк. Но, с другой стороны, ничего за ноль-то у меня не было другого. А от этого парня лучше нахер сбавиться. О, забытый факел. Это хорошо, что он ушел. Но у него есть еще один, разумеется. Плохо, что этот, как всегда, не дорос. До... До 7 в атаке. Но это, в общем-то, и не важно. Только, блин, как всегда манай. Не, ну я могу так это сделать, да. О, как. О, как. Я имел до сделать вот так. А две булочки мы пока что потерпим. Это очень хорошо, что он мне дает столько заклинаний. Это прекрасно просто. Я проверю все-таки, что это херня. Как она работает против него? Скорее всего, никак. Уходи. 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 Эй. Успех. Прекрасный выбор, я считаю. Вот и отличный верблюд, которым... Которым мы невозбранно воспользуемся. Если бы еще орахула бы сейчас был вообще. Хотя, у меня маны нет, ни странно, все это. Чем ты нас порадуешь? Ну, это, в общем-то, никак мне не помогает. Ну, ладно. Нет так нет. Ну, давай, до свидания. Чего-нибудь тебе еще с милем, осталось-то не так много. Ладно, поскольку дамаг не важен, будем надеяться, что нам придет... Блейдфлюзи. Так, ну, от девяти дамага мы избавились, это уже очень хорошо. А, да, и, кстати, все еще меньше карт у него становится, это тоже все прекрасно. Это все очень неплохо. Окей. Вот, тоже неплохо. Конечно, дикий рандом это все, но, как бы, ладно. И кто из вас умрет? По-моему, жаба умерла. Нет, это глепрогном умер. Страдалец. Окей. О, и Огр умер, прекрасно. И эта умерла. Супер. Осталось только вот со всей этой шнягой справиться. И, по сути дела, дело в шляпе. Так. Что у нас тут за четыре маны? Ну, это мне никак не помогает. Ну, в смысле, да. Тут, конечно, умрет куча народу, но недостаточно. Огром мы отправим куда подальше, естественно. Я предпочитаю действовать. Пока на него ответов нету особо. Но он поменяться сможет. Я не хочу, чтобы он менялся. Да, не хочу. А, я мог, конечно, убить этого верблюда, но тоже не хочу. Потому что я все еще жду своей Блэйдфлюри, которых я не видел ни одного. А, и сейчас я их по милю, естественно. Конечно, да. Это неприятно. Ну, то есть, пофиг. Ну, вот если я Блэйдфлюри реально с милю, или Оракула, будет действительно неприятно. Это неприятность, мы переживем. Пофиг. Так, уходи. А то у меня становится мало здоровья. Категорически. Наверное, надо его поднять. Может быть, он будет с кем-то меняться. Я надеюсь. Главное, не замилиться. Потому что... Ну, и с этим мудаком как-то справиться было бы неплохо. А, это хорошо. Значит, мы можем... Теоретически мы можем с ним справиться. Но не этим. Так. Допустим, это идет сюда. Это идет сюда. Это идет сюда. И все нормально получается. Прекрасный выбор. Иди сюда, говорит. И он идет сюда. Даже можно, наверное, вот так сделать. И при этом мы избавились от двух покелов, что немаловажно. Что очень полезно. Окей. А это минус 9. Ну, потому что все время... Ну, я не знаю, сколько я играл, по крайней мере, всегда получалось так, что здоровье будет крайне мало. Хотя нет, один раз я закончил там на 30 серии. Когда хилботов раз 10, наверное, сыграл за одну игру. Так. Ну, в общем-то, у него осталось не так много всего. Ага. Прекрасный выбор. Сколько там он на мага сделал? Два. Ну, пока что мы его не убиваем. Ну, этого мудака нам убить вариантов миллион примерно. Я просто думаю, сдавать или не сдавать. А, чё их держать-то? Чё их держать-то, правильно? У меня же BGH есть. У него еще про огненные элементали есть, что меня несколько смущает. Хотелось бы найти хилл. Немедленно. Аа. Тоже неплохо. Ну, ладно, надо подробоваться до начала. Ну, ладно, Ваня, шми уже никак не помогает. Хотя, почему не помогает? Помогает это быстро. Как бы его убить? Хотелось воришку использовать, ну ладно. Я еще успею. Следующим ходом, допустим. Или когда у него карта кончится. Ему жить-то тут осталось. Если он меня, конечно, в лицо не убьет. Ну да, и этот парень, плюс, он же тупой, он не умеет останавливать свою силу героя. Ага, первый пошел. Мяу. Вот, и поэтому... Все время дровует, как дурак. Так, давайте все-таки используем эту хрень. Да, разменяться-то я в любом случае смогу. А, окей. Прекрасный выбор, я считаю. Так, ты уходи. Ты тоже уходи. Интересно, а у него второй, наверное, такой есть? А вот что у него еще осталось, хер его знает. Тайна сие великая есть. Окей. Интересно, я его мог убить? Наверное, мог. Если бы сыграл просто в лицо все это. Я-то даже не считал, мне это неинтересно. Да, по-любому мог, там вообще с запасом хватало. Тем более, что он два раза дровался бы. А, вот и второй. Мне интересно, было их два и там или нет? Вот, а то я так и не знал. Ну и вот так как-то мы его побеждаем невозбранно. Да. На хер иди. Эй, эй, эй. Следующий. Сегодня этот решил гражданин посопротивляться как следует. Потому что я за четыре последних игры ни разу не видел сову даже на руках. Не то, что в начальном раскладе, а вообще. Что, разумеется, очень сильно радует меня, да. Мне это ничего не нужно. Мне нужна просто сова. Слушай, иначе я не успеваю. Ну да, разумеется, нет. Иначе я не успеваю реагировать на все остальное. А, ну спасибо и на это. Хотя бы так. А то он начинает потом пять-пять мудаков ставить этих, которые пять булок делают по лицу. Блин, это очень больно. Учительно больно. А, вот это, кстати, хороший ответ на них же. Потому что любой с хренью получается возможным. Сколько они стоят? Вот этих мудаков за три маны пять-пять билет. Охерел вообще в корень, правда? Вот от них, конечно, лучше всего избавляться немедленно. Потому что если они... Ну вы просто рейс не выиграете. Если начнет бегать по лицу раньше. Так что вот как-то надо так реагировать на все это дело, по-быстрому. Ну давай так. В общем-то не важно. Разумеется. Конечно нет, хотя бы можно про скипетр забыть. Но у него там... Вот у него и такое, оказывается, есть. Первый раз вижу, кстати. Ну обломись, моя череша. Ну то есть как обломись. Фейербол я, кстати, действительно ни разу за это время не видел. Это что-то довольно смешно, я считаю. Ну и дальше надо просто пафосно превозмочь. Что довольно нетривиальная, конечно, тоже задача. Окей, интересное решение. Он любит такие приблуды, да. Давай вот так. Чтобы он гарантированно этого парня вернул с того света. А я за эту дровную карту. И бычон. И бычон, бычет. Я много карт за эту дрову. Ну да, 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 да. Это пофиг. Это пофиг. Я считаю, прекрасное решение. Мои проблемы. По-моему, он холодный, какая из дракокеане. Потому что без того, чтобы на стол всякое расставить, он, в принципе, сделать может... Может кое-что сделать, как можем заметить. Да, я про нее все время забываю, что она там есть. Но это, в общем-то, особо здесь не раляет. Потому что паладин, такой паладин, как бы все вернулись. Ну, не все, окей. Я бы хотел, конечно, оставить Мурлока моего, но ему и... У него, скорее всего, там две волны огня, естественно. А, окей. Неважно. А, у меня секреты кончились. Фак. У меня колода-то почти кончилась. Может, не стоит дровать божественной милостью? А, и эту, да, у него есть. А что у меня там вообще осталось-то? Что? А. Окей. Ну, в общем, зима-холода. В общем, сова решает. Сова решает. Давайте с дровой всю колоду. Бать, нефиг. Если есть сова, то есть дела. А если нет совы, то дел нет. Ничего нет. Вообще ничего нет. Вот. Вот. Морель сей басни такова. В общем, паладинам вполне можно. Ну, в общем, пофиг, чем. Друидам, не важно. Главное, сова. Сова круче всех. Ну, как я уже говорил, магам проще всего, естественно. Поэтому, в общем-то, все, что вам нужно сделать, это ничего. Это надо, чтобы приходили на руки в количестве всякие разные заморозки. Оптимально. Обращение в паре, я даже не знаю, стоять или нет. Против Огро, может быть, поможет. Я успеваю? На второй ход эта херня вылезает. На третий ход эта херня вылезает. Да, успеваю. Окей. А, ну, тем более, нормально. Вот. В общем, нужны заморозки в количестве штук. Ну, а там вы уже действуете в зависимости от того, какие карты вам пришли. Например, вот здесь я бы, наверное, лучше получил кристалл маны, потому что у меня есть одна заморозка под потолок обрушиваясь. В принципе, вы хотите к этому моменту все разрулить, да, к моменту обрушения потолка. Кстати, маны все равно мне не хватает. А, нормально. Ой, слушай, утомил. Надо же. Давайте-ка вы расслабитесь там. Берегись, гигантский валун! Без слух. Ну, один ход, конечно, мне придется потерпеть усиленно. Это хренища булок. Ну, а что делать? Я вообще почти мертвый там буду, по сути дела. В 8, 15, 20. Что-то у меня здесь, жизнь никаких останется. Но это по большому счету и не особо важно-то. Ну, то сейчас я смогу взять две карты. Что-то не может не радовать. Не возбранно причем. А, или так. Ну, жизнь мне вроде не нужна. Насколько я помню, она мне не нужна уже. Мне нужны карты, да. Он, кажется, недоволен. Может, вернем ему камешек. Окей. Всем ша. Может, там еще стоять всякую хрень. Они все равно все умрут. Мяу. Вот. А теперь есть варианты. Можно обложиться секретами, например. Можно и не обкладываться. Еще одна заморозка есть. На Doom Serra бы найти в идеале. От меня никто не уйдет. Все возможно. Ага. Прекрасный выбор. Тогда мы сделаем вот так. Я хочу, чтобы у меня был секрет. По-любому. И да, желательно вот именно такой. А это пускай постоит пока. Может еще пригодится. Давай, до свидания. Плюс, учитывая, что у меня две заморозки, сейчас смогу, по-моему, на этом ивенте можно сократить на ход один меньше сделать. Да, по-моему, сейчас. Ну, сейчас я всех просто убью. Да, вот на один ход ближе к выходу. Да легко. Я сражусь с големом, блин. Тем более, что мне все равно. И вариантов никаких нет. Да, то есть, вообще никаких. Потому что всегда на предпоследнем ходу вот эти мудаки вылезают. Ну, тут как бы, ну и все. В общем, элементарно. Ну, можно другими классами это сделать, но просто будет гораздо сложнее. В разы. В разы сложнее. Рагулий, там вообще должен быть идеальный расклад, по сути, чтобы все сложилось. Другими классами я даже не пробовал, честно говоря. Так что, вот такие дела. Ну и вот, на сегодня все.